Сегодня ярославцам представили итоги работы экспертных групп новой экологической политики региона. 70 специалистов отрабатывали отдельные блоки. Это водные ресурсы, обращение с отходами, воздух, лес и зеленые насаждения, экологическое просвещение. Два месяца изучали нормативные документы. Экспертами подготовлен проект закона об обращении с отходами. Он направлен на создание экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов. Сейчас проект проходит правовую доработку. Было сформировано значительное количество предложений. Сегодня они были презентованы общественности, нашей экологической общественности региона. Я хотел бы благодарить их за такую серьезную работу. И в дальнейшем, в ближайшем будущем, профильный департамент подготовит соответствующий нормативный правовый акт региона, в котором будут ржаны эти основные базовые принципы. На текущий момент определены основные направления новой экологической политики региона. Сформирован пакет предложений в ближайшей и долгосрочной перспективе. После технических доработок концепция будет утверждена постановлением правительства Ярославской области. Мне кажется, что в череде тех вопросов, которые сейчас будут первостепенные, первостепенным все-таки должно стать экологическое просвещение самых широких слоев населения. И это будет основа, мне кажется, природоохранной политики, которая напрямую должна быть связана с изменением мышления у человека. Потому что без этого сохранение биоразнообразия и вообще выживание человечества в целом, оно просто невозможно. В регионе принят закон об экологическом образовании. Ближайшая задача – сформировать систему воспитания поколения, живущего в гармонии с природой. Цель новой экологической политики – добиться статуса безопасного региона. Выработка общего вектора движения помогла различным организациям и ведомствам скоординировать свою работу. Всего поступило более 270 предложений. Большая часть попала в основу концепции. Продолжение следует...